Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Я вас всех приглашаю на канал Восаду Левогороди. И, как всегда, с вами Юлия Меняева. И я вас всех приглашаю в теплицу. Теплицу, в общем-то, этот проект, можно сказать, проект, эксперимент, мы запустили где-то примерно в середине, ну, можно сказать, да, ну, первая половина даже января, середина января, вот так где-то примерно. В чем заключалось, вот, что нам нужно было добиться от этой теплицы? Во-первых, очень хочется ранней зелени, ранней редиски, раннего укропа и как можно меньше задействовать дома подоконники. Потому что рассада, допустим, томатов, это могут быть даже, ну, перец, пожалуй, нет все-таки. Я думаю, тут не очень температура для него, он теплолюбивый. А вот лук на рассаду, цветы, томаты, редиска. Редиску не сажать, не сеять дома, потому что у многих, многие разочаровываются. Ну, ну, что там с ящиками? Ну, если вы получите там 4-5 редисин, это в лучшем случае. Здесь в теплице, конечно, можно развернуться. В чем заключалось? Во-первых, вот я хочу ваше обратить внимание, почему я вас сюда привела, что у нас растет. У нас посеян редис, вот такой он уже большой. У нас укроп достаточно уже большой взошел. Салат буквально я посеяла на днях, он еще не взошел. И вот грядка, экспериментальная грядка с томатами, которые были посеяны в теплице. Не дома, а именно в теплице. И лук на зелень. Тоже в больших таких довольно-таки улитках. Мы его посеяли именно непосредственно здесь. Что ж, ну давайте я остановлюсь поподробнее на теплице. У нас изначально стоял такой вопрос, что теплицу мы думали сделать двойной поликарбонат. Но муж меня вовремя остановил. Он сказал, что это не есть правильно, потому что поликарбонат, когда двойной, он внутри может покрываться таким же зеленым налетом, как вот мы с вами моем теплицу. То же самое произойдет между двумя листами поликарбоната. Муж говорит, как мы тогда его будем мыть с тобой? Ну да, это все отпало. Во-первых, первостепенная задача была в этой теплице, нам нужно было добиться комфортной температуры, чтобы здесь было довольно-таки комфортно и тепло растение. Отапливается эта теплица инфракрасными обогревателями. С чем мы столкнулись изначально? С какими трудностями? У нас вот тут грядки короба. И я, как огородник, я понимала, что да, такая вот температура воздуха, может быть, мы и поднимем ее, но земля-то в грядках довольно-таки холодная. Что надо было, конечно, сделать? Что мы начали делать? Муж вычищал землю из коробов. На дно, вот если вы увидите, торчит солома, мы по принципу корзинки, грунт прям до глины, это где-то два штыка лопаты, даже может быть и больше. То есть на высоту вот этого короба мы должны были выбрать грунт. Мы его выбирали. Дальше что мы делали? Мы соломой все хорошо запаковали. И дно, и стенки. На дно мы положили навоз. Вопрос встал, где взять навоз. В птичьеньке подстилку я, конечно, не буду трогать, потому что она греет, ее беспокоить сейчас ни в коем случае нельзя. Муж и говорит, ну подожди, ну у нас же есть навоз, который лежит на улице, и в принципе он лежит уже целый год. Я говорю, морозы, минус 27, какой навоз? Когда мы подошли, каково мое было удивление. Навоз был горячий, мы с них разгребли, и он даже не смерзся. Это нам сыграло на руку. На дно мы положили совершенно поверх соломы небольшой слой навоза. Пролили грядки, и стали дожидаться, когда поднимется температура именно грунта. Потому что вот даже томаты, они будут себя комфортно чувствовать, когда температура грунта 12 градусов, это уже для томатов хорошо. Если температура будет ниже, ну томатам это уже некомфортно. Для салата, для укропа температура грунта достаточно, даже если будет и плюс 5 градусов. Лук на зелень, плюс 5, это вполне нормально и оптимально. Ну, грунт мы добились. Нормальной температуры для томатов. Это грунт. У нас вот сейчас, в данный момент, он 13,6. Бывает даже и 14. Все, в общем-то, нормально. У нас стоит в теплице бочка с водой. Никакой снег мы не набрасываем, дорогие друзья. Я хочу сказать, что это совершенно ни к чему набрасывать снег в теплицу, потому что сейчас такое огромное количество начнет таять снега вне теплицы. В теплице будет просто сырость. Земля у вас начнет покрываться зеленым мхом, и вы будете говорить, ой, что делать. Значит, все. Теперь встал вопрос. Все, грядку мы сделали. Грядка теплая. Редиску вот посеяли. Редиска вот-вот мы начнем ее кушать. Вот появился уже настоящий лист у редиски. Теперь у меня встала проблема. Как посеять томаты? Во что их посеять? Меня изначально удивило вот что. Почему толкнуло нас уже начать это все сеять? Потому что на грядках начали всходить томаты самосеянка. То есть сами томаты всходят, никто их не сеял. В прошлом году здесь были томаты. Но я человек-экспериментатор, и я решила проэкспериментировать и посадить томаты именно двумя способами. Если вы видите, просто прикопаны горшки, есть в горшке посеяно, но все это изначально не должно было стоять поверх земли, потому что в земле у нас очень даже тепло. Нам надо было все это вот как бы прикопать. И если посмотреть внимательно, то стаканчики, которые сделаны из подложки и прикопаны лункорезом, мы делали дырочки, и туда опускали стаканчики. И вы увидите различия. Как томаты в пластике, вы видите практически, можно сказать, практически они очень плоховато всходят. И насколько себя комфортно томаты чувствуют именно в подложке. Даже я делала так, и такой эксперимент. Я подложку вставляла в пластиковый вот такой горшок. Опять томатам не очень это нравится. А вот именно подложка, вот так вот прикопанная, это им нравится. Следовательно, я хочу вот здесь подвести итог. Дорогие друзья, что вы можете сделать? Вы можете посеять томаты, отправиться в теплицу, если даже теплица не топится, если у вас. Но если земля у вас достаточно оттаяла, делаете вот такие лунки и улитки с томатами или такие стаканчики опускаете непосредственно в это углубление. Что потом, какое ваше будет действие? Это вот можно сейчас как раз таки в конце февраля это сделать. В марте, но ни в коем случае семена не проращивать, стаканчик не поливать, все сделать это сухим и отнести в теплицу. В марте, когда будет достаточно уже солнца, вот здесь как раз таки вы сможете поливать свою рассаду и у вас начнут сходить томаты. Потом у вас только встанет вопрос, какой. Если будут какие-то заморозки, то есть чем потопить теплицу, протопить теплицу. Дорогие друзья, у нас эта теплица 10 метров, ее довольно-таки очень сложно протапливать. Поэтому самая оптимальная теплица, если вы хотите раннюю зелень, раннюю рассаду, не более 4 метров. 4 метра вы создадите комфортные условия для своей рассады. И всегда вы, даже если будут заморозки, вот сейчас днем можно вообще отключать отопление, потому что солнце нагревает теплицу, но на ночь надо включать. Как мы, у нас висят инфракрасники, морозы были у нас очень большие, как раз сильные, до 27-28 доходили. Здесь, конечно, нам приходила на помощь печка Балу. Это газовая печка. Помимо этого отопления, мы на ночь задействовали печку Балу. Но мы ее зажигали буквально на одну комфорку, чтобы просто хотя бы поддержать, хотя бы там плюс 3. Но у нас была температура, если за бортом было минус 27, где-то держалась она температур 4-5 градусов. Но это даже нормально. Даже если бы было ноль, ничего бы не пропало. Как чувствует себя вот здесь, в виде атомата, я еще принесла сюда комнатный цветок, колиус, и я по нему смотрю, я ориентируюсь, как он себя ведет. Если листочки у него нормальные, да, они подвязшие, значит, температура в теплице как бы комфортная. С чем мы еще столкнулись? С какими трудностями? Если вы будете осуществлять вот такие ранние-ранние посевы, то вы должны позаботиться о свете. Света недостаточно. Так же, как и дома, его недостаточно. Недостаточно и в теплице. Солнце мало, пасмурные дни. Вот у нас, мы повесили вот так на дуги, это у нас инфра... Извините, это у нас лампы, фитолампы, которые, я вам хочу сказать, они куплены в светофоре, но они не работают. Абсолютно, они не работают. Это просто вот красивая игрушка, нам доступная цена. И мы, конечно, вот сделали заказ опять у мини-фермера, мы заказали лампы вот в эту теплицу, специально для подсвечивания. Но я думаю, что в этом году, наверное, они нам уже не пригодятся, потому что уже солнца достаточно. Но на следующий год они пригодятся. То есть мечта моя такая, что эту теплицу, в общем-то, чтобы она работала постоянно, хотя бы вот так же, как мы с января. И до-до-до. Я знаю, что вы скажете. Юля-то подсчитала затрату на электроэнергию. Дорогие друзья, я этого не делала. И не подсчитывала. И не буду подсчитывать. Потому что я получаю здесь заряд энергии, хорошее настроение. Я просто отдыхаю в этой теплице. Мне земля дает здоровье. Не удивляйтесь. Да-да-да, не удивляйтесь. Так что вот так, дорогие друзья, я хотела... А, да, вот. И еще, что я забыла вам сказать. Вы, если видите, у нас все-таки теплица, получилась теплица в теплице. У нас теплица внутри затянута пленкой. Пленка эта обычная. Это не светлица. Это обычная пленка 200 микрон. Потому что по своей легкости она легкая. Вот. И в то же время она все равно, она держит тепло. И если вот мы посмотрим, видите, что здесь уже вот, видите, комфортно. Стены запотели. Вот. Видно, что по пленке конденсат. Это говорит о том, что в теплице, в общем-то, комфортная, комфортная температура. Так что, дорогие друзья, у тех, у кого есть, конечно, желание этим заниматься, занимайтесь. И никого вы не слушаете. Получится, не получится, удастся, не удастся. Ну, я думаю, все должно получиться, если вы будете вот так вот делать, в принципе, у нас посмотреть, и делать вот это вот все поэтапно. Ну, а с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok